В это место разврата, Содом, чтобы людям возвестить радостную весть. Мы пришли с великой радостной вестью, которую Господь изрекает для нас, что Сын Божий Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Вы скажете, у вас другая религия, да? У вас тут тоже написано, что надо работать, не блудить, не материться, любить ближнего. И что, ты будешь пакости делать, тебя ожидает Суд Божий. Там тоже написано у вас, огонь вечный. У вас только не написано, что Иисус умер за наши грехи. А у нас написано. Вы по-русски понимаете? Все? Да, да, конечно, понимаю. Далеко у вас тут микрофон? Плохо слышно? У вас тоже плохо слышно. Ничего не понятно. Где у нас микрофон-то спрятанный? У вас тоже плохо слышно. Как плохо слышно? А так слышно? Так слышно? Да, вот теперь, да. Ну, мы говорим об Иисусе Христе, что Он Спаситель, умер за наши грехи. Чтобы мы надеялись получить благодать от Него. Жили по-христиански, тогда воевать не будем. Вот мы, мы оружие в руки не берем. На нашей совести... А вы сами откуда? Не откуда, из кухни. Вон, кухня, там видно дверь. Я говорю, из какого города? Не из какого, а в каком городе. Город это Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Понятно, понятно. Плохо слышно. Понятно, я говорю. Мы свидетельствуем о Христе. Он Спаситель мира, которого нет ни в одной религии, только у христиан. Он умер за грехи всех людей. Понял, понял. Да, так написано. Если вы мусульманин, то вы должны уметь считать, что написано в вашей книге. Что тут написано? Бросьте, это 12 лет жизни отнимает эта зараза. А вы послушайте, что Бог говорит. Мы храм Божий. Но все равно, бросьте, пока разговариваем-то. Не коптите. Я вам много расскажу о Боге. Что Иисус умер за грехи людей. Иисус и воскрес для нашего оправдания. Отец, извини, я тебя остановлю. Я атеист. Ну, а вы знаете, что означает атеист? Вот вы пьете воду, пытаетесь залить гиенский огонь, который Бог обещает. А говорит атеист. Атеисту ничего не боится. А вы боитесь смерти. Зачем? Нет, я называю это просто неверующий. Я потерял веру. Ну, неверующие атеисты – это разные люди. Атеисты – это воинственные, против Бога. А неверующие – это просто балда. Он ходит, не знает откуда, что сотворено, для чего живет. Лишь бы блудить, пить, материться и ни за что не отвечать после смерти. А так не получится. Ясно. Ну, я не знал. А что не знал-то? А вы определенно по скайпу, если желаете встретиться, Игнатий Лапкин, вы меня найдете в скайпе. Или если в ютубе, то у меня канал есть, самый большой в интернете канал. «Девятнадцать тысяч восемьсот роликов наших во свете Библии». Ясно, спасибо. Ну, я пас, я уже… Запишите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Запишите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я записал. Так, мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Не дымите, а я уйду сразу, если будете дымить. Не бейте внимательно. В это место разврата, Геенны Огненной, мы пришли со Словом Божиим. Православные проповедники, возвестить вам истину. Игнатий Лапкин, конечно. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям, что говорит Господь Бог, и что ожидает людей за то, что здесь делается. Бать, мы же знакомы. Самая великая радость на земле та, что Библия возвещает. Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день. И дарует прощение даром, кто покается. По благодати, не по закону. Вот если вас это интересует, вы можете задать вопросы. Зайти на наши ресурсы. У нас огромный YouTube-канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 19 800 роликов. А? Вау! Сколько подписчиков? Подписчиков? Немного еще. 44 тысячи. А просмотров общие 45 миллионов. 45 миллионов. Партнерку подключал. Что? Тьмы и мрака, заблуждение и разврата принесли в благую весть. И суд Божий возвещаем, что ждет за это прелюбодеев, матершейников и прочих. Самая радостная весть, что Иисус был распят и через три дня воскрес, умер за наши грехи. И сегодня всех зовет, говорит, придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас. Дарует прощение в любом преступлении. Плащ, молись и больше никогда не возвращайся, как пес на блевотину. И иди в православную церковь. Сходи к батюшке на исповедь. Мы строим православную деревню. Я старовер. А? Я православный, я старовер. Старовер. Ну что старовер? Старовер это... Если вы не под язычников только это говорите, а старовер имеется в виду священство, которое потеряли беспоповцы, и у которых есть белокринецкая иерархия. Вы старовер что называете? Язычников? Нет, не язычники мы. А кто? У меня деревня такая, всех староверов. Мы еще старым крестом были. Ну как, вы как, молитесь двумя перстами? Одним. Одним? Это не староверы. Как это одним? Ну, как ее сказать? Вот у нас. Ну не видно, высоко подняли, высоко, пониже, пониже возьмите. Я не знаю, как объяснить. Это тройперсия, это новая церковь, которая вот открыта официально, Московская патриархия. Мы их признаем. Нет, я точно не буду молиться, это уже купленное все. У нас не купленное. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А вы откуда? Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ой, далеко. Челябинская область. Танция, Шимаха. Вот как. Челябинс, знаем. Там тракторный завод был, ЧТЗ выпускали. Да, да, да. От Челябинска 270 километров. У нас полное крещение. Трижды под воду, чтобы человек ушел. У меня брат священник. У нас очень строгая дисциплина. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. Ну, тьфу-тьфу, и слава Богу, у меня нет абортов, ничего. У меня жена родила. Ну, вот я тут нахожусь уже пять месяцев, шестой месяц, наверное, людям помочь найти Христа, примириться с Богом. Здесь половина людей голые лежат, процентов 90 мусульмане. Самое блудливое, лживое, все здесь собралось. Да, рукоблудство. Да. Безумие полное. Ну, я голый лежу, потому что я в постели, у меня так принято. Ну, это вас принято, допустим так, не солгали. Ну, а остальных-то показывают половые органы и все. Кого-то, что-то, не понятно. Прямо открыто женщины совокупляются. Ну, безумие же полное-то. Согласен, полностью согласен. И все пьют. Вот сейчас вот, вот вы лежите, он сейчас тянется бутылку и пьет. Маленько, погодя, пьет. Я говорю, а почему все пьют-то? Ну, вот в комнате жарко, я говорю, не поэтому. Я в пяти университетах вел занятия по пару часов. За 18 лет ни разу не позволил стакан поставить на капитру. Это неприлично. А почему пьют? Причина та, что блудник, он будет в огне гореть. И вы заранее пытаетесь огонь залить. Вы не знаете, я вам скажу. Ты сам не понимаешь, почему делаешь так. Плоть тянется. Откуда известно? Евангелие от Луки, 16 глава. И богач, будучи в муках, поднял глаза, увидел Авраама и Лазаря его. И говорит, а мочи конец перста твоего в воде и просади язык мой. Ибо я мучаюсь в пламени всем. Вот почему здесь голые лежат. Голые, почему они пьют и пьют. Да, истина. Она такая у нас. Так, если вы зайдете на наш Ютуб канал, ему равных нету. 19 800 роликов наших. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы там, да, представляете Ютуб канал? Как это, мой канал? А, ну прям ваш канал. Мой канал лично. Мой канал, я и ставлю ролики. Там заполнение мною. Что со студентами, как ведут занятия. Я начальник детского лагеря, фактически 48 лет создал лагерь. Тысячи детей подняли без помощи государству. Начинается с молитвы день. Главный лозунг висит «Россия должна встать». «Россия – это мы». Вам будет очень интересно, какая поездка у нас миссионерская была. 120 тысяч километров прошли. 650 городов посетили с Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавии, Прибалтику, Север и Турцию обошли. 650 библиотек получили полный комплект моих 38 книг. Один комплект стоит 750 евро. То есть на 35 миллионов подарили книги. Мы не берем, а даем. У нас ни один не курит. А у нас на Урале были? Обязательно. Златоуст. Кажется, Челябинск тоже были. Мне сейчас уже даже трудно вспомнить. Мы проехали. Победа. Канал называется «Во свете Библии». Свет от нее идет. «Во свете Библии» и «Игнатий Лапкин». Добавьте, это я. Да, сейчас я запишу. Давайте. В Ютуб зайду. Да. Напишите. У меня тоже есть свой канал. Сейчас скажу, я закончу. Я пора шутить. Да, скажите, канал, именно канал в Ютубе «Во свете Библии» и «Игнатий Лапкин». Да, нашел все. Да. Так. А если вы через Гугл зайдете и напишите не канал, а сайт, то на сайте там все мои книги, государственные фильмы у нас сняты. Тогда сняли фотографии, это съемки, вот на таких бобинах огромных. Вот такие вот. И наш фильм, он занял первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм обо мне. Первое место в России занял. Называется «Златоус из Потеряевки». У меня тоже просто есть свой Ютуб-канал. Я парашютным спортом занимаюсь. Опасное дело. Очень хороший спорт, но опасный. Это опасно. Я поддерживаю. Ну, я не против. Я знаю, что это опасно. Я бы никогда не стал это делать. Сколько раз парашют не раскрывается. И бывает надстриженное. Ну, то есть, вредители делали. Один раз такой вредитель. Две с половиной тысячи парашютов надрезал главный шнур. Две с половиной тысячи человек разбились. Так что... Так что... Ну, это... Не знаю, такое не слышал, но... Шесть отказов. Фу-фу-фу-фу. Запасные парашюты всегда есть. Ну, дай бог, конечно. Только нужда в этом какая? Я понимаю, это... Врача забрасывают где-то в тундру, где нельзя сесть. Тут понятно. А так... Зачем же рисковать? Ну, душа просит вот этого... Вот этих эмоций. Вас как звать? Я не знаю, как объяснить. Как вас звать? Меня Даниил. Вот Даниил. Так, минуточку. С одной и. Даниил. Даниил. Сейчас, сейчас. Минутку, минутку. Я сейчас журнал посмотрю. Значение слова. А, Б, Б, Г, Д. Да, не Ил. Нет, с одной и. Ну, это вывод на церковному два. А знаете, ему перевода не дается. Но по-еврейски... Это еврейское имя. Это что-то благодать Божия. Ил – это, допустим, Михаил. Означает так. Никто, как Бог. Равных нет. А если Илья – Илья. Бог – моя крепость. Так что ваше имя божественное. Один такой великий пророк Даниил был. Ему будущие судьбы мира открыты были в Библии. Вот вы подражаете этому пророку. Жить по нему. Их когда заставляли поклониться идолу, идолопоклонникам языческим, а они не согласились,